Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, чтобы стимул больше снимать для вас видео, если мне соседи не помешают. Вот, все-таки суббота, наверное, в бухе уже. Вот, что накопало, был задан вопрос Собчак на Сергея Чемисова. Надеюсь, я правильно произношу Чемисов. Вот, что она на него накопала, вот, что ее испугало и куда его, так сказать, чем же он занимается. По-настоящему, так сказать, ну, приоткроем, так сказать, покопаемся, да. Ну, это гадание, это не является журналистическим каким-то расследованием, да. Вот. Что ж ее так напугало, да, посмотри. Первое, что мы видим, это, естественно, раздербанивание ресурсов полностью страны. То есть, возможно, он приватизирует ресурсы страны. То есть, какие-то, как говорится, махинации ведутся о приватизации. Также мы видим, что полностью сотрудничество с каким-то Западом, ну, это можно сказать, с Западом. Полностью сотрудничество и выполнение каких-то заказов. То есть, по сути, Чемисов работает на Запад. Он не работает на Россию. Ничего для России он не собирается делать. Это так вкратце информация. Дальше. Здесь мы видим, что человек очень обеспеченный и богатый. Все деньги не являются явонными. Он их приватизировал, так сказать. То есть, он и прибрал чужие деньги. Это могут быть деньги заводов каких-то, да, пароходов и так далее. То есть, человек обеспеченный, но обеспеченный за счет нечистых денег. Этот человек легко устраняет соперников, легко устраняет людей, которые ему не нужны. Он полностью, кстати, какое-то место в АПГ занимает. То есть, в бандитской какой-то группировке занимает свое место. Причем, эта группировка очень грязная, по-русски сказать. Он может дойти до убийства людей. То есть, устранять людей он умеет именно на тот свет. То есть, он легко знает, кому сказать, кому объяснить, чтобы людей устранили навсегда. Ну, сзади мы видим, то есть, хозяин заводов. Он, наверное, и вправду так, военных заводов там рос тихо, он, наверное, да. Поскольку я помню. Вот, поэтому выпало не зря завод такой, да. Но мы видим, что интересно. Вот, сзади находится такое здание, да. Сзади этого. Вот. Это признак как раз, что все технологии военные, допустим, они уходят на запад. Продаются на запад. Они не здесь продаются. Ему невыгодно. То есть, это бизнес. Ему насрать на страну и на народ. У него на первом месте это бабло и деньги. Поэтому он, видите, сзади трубы идут, а спереди вообще прогресса не идет, да. Это признак, что он работает на запад. Он работает на тех, кто ему платит деньги, огромные деньги. Продает технологии легко, разработки все продаются, да. Россия ни хрена не собираются они продавать. Вот поэтому, наверное, армия России в таком дерьме. Так, дальше. Мы видим, что он новую какую-то технологию практикует. Особенно интересно, дерево это понятно. Это слежка за людьми. То есть, это бизнес на слежке на людях. То есть, я думаю, вот эта установка камер везде, там, вот этих, считка лица, там и так далее. Вот это его технологии. То есть, он продвигает их сюда. Причем, он очень много денег на это вкладывает. Самое интересное, что ему платят не из России, а где-то из-за границы. То есть, это такой засланный казачочек, который легко продаст мать родную, да. Но он еще пока пробует. Он тот перво, так сказать, проходец, который выполняет этот эксперимент в России. То есть, по сути, он, как это объяснить, сообщник, возможно, экспериментов с запада на России. То есть, определенных технологий, определенных разработок, он это будет все делать. Вот, то есть, он это и продвигает, он прожимает это, кого-то подкупает, кого-то что-то еще. Он это продвигает легко. Ну, примерно мы понимаем. Вот. Дальше. Ну, понятно, он недолго на своем посту слишком содержится, его заменят. Мы видим, что у него это здоровье подкосится. Но это еще может значить, что он медицинскими какими-то медикаментами торгует. То есть, все вот эти лекарства современные и так далее, которых здесь нет, это вина его, похоже. То есть, этот человек занимается полностью медициной, полностью, как говорится, уничтожает, можно сказать, медицину, да. То есть, вот эта болезнь такая страны, это как раз медицинские проблемы, то есть, которые он создает специально. Причем, мы посмотрели, то есть, там разрушение, там методы концлагеря. То есть, он заинтересован в этом, чтобы народ вымирал. Это очень странно, да, ведь на него так не подумаешь. Ведь он такой скрытненький, кажется, да, серенькая мышка. Но по-настоящему мы видим, что этот человек имеет за спиной грандиозные планы. Именно уничтожение, доение людей и заработка почему-то на их данных. Вот эти звезды сверху, это данные на какие-то, на человека, информационное поле и так далее. То есть, информационное поле, это у нас интернет, да. Интернет, какие-то данные на каждого человека. Вот он формирует бизнес на информации по человеку доставать. Вот чем он занимается. Очень странная темная мышка. Ну, понятно, то есть, очень конфликтное существо. То есть, он не любит решать своими, как говорится, руками это все. Все любит грязную работу, убийство, чтобы производили другие люди. Тут мы видим не просто убийство, да. А тут мы видим конфликты в компании, и он как бы их утихомиривает иногда, похоже. То есть, он умеет иногда договариваться с кем надо, занести кому что надо и быстро присмирить это все. Так. Надеюсь, видно. Все его части собственности он потом постепенно распродаст. То есть, он будет вкладываться в что-то еще новое, мы видим, да. То есть, в какие-то именно ситуации. Это, наверное, может как-то еще значить вклад в войну. То есть, огромный вклад в войну. Плюс договорняк какой-то между какими-то бандами у него есть, и который сохраняется. Но скоро он может развалиться каким-то причинам, потому что, возможно, он захочет еще что-то больше. Что-то продавить того, кого давить не надо, высокопоставленного. Ну, понятно. То есть, везде мы видим динари, динари, деньги, деньги. То есть, у него цель заработок, по сути, на смерти, на медицине, на вооружении. Он на всем зарабатывает. Понимаете? Ему насрать полностью на Россию. Мы не видели здесь народа. Мы не видели здесь детей. Ничего такого. Мы видим чистый заработок на кровище людей. На бабле все, что можно и нельзя. Такое впечатление, что человек всем владеет. Скрытно. Но непонятно, как он это оформил. Естественно, это все чисто махинация. Такое впечатление, человеку, как говорится, подчинены многие люди во власти. Плюс это туз динари, он может еще значить подчинение именно банковской структуре. Значит, он заинтересован в манипуляциях банковской структуры. А значит, и, как говорится, правоохранительные органы полностью с ним вась-вась в друзья. Вот. Очень странная структура. Причем очень интересно, что... Если мы сейчас последнюю карту вытащим. А что именно накопало? На что наткнулась Собчак? И что ее испугало? Ну вот, побег ее. Это понятно. Дело в том, что она накопала то, что он заинтересован в разрушении полностью России. В уничтожении и переделывание, перешить, так сказать, страну, превратив ее в маленькую страну. Мы видим, да? То есть, вот она, разрушение. Вот. И мы бежим, так сказать, к чистому засеянному полю. То есть, задача разрушить страну, превратить ее в ничто. И разорвать ее, главное. И создать конфликты. Это его цель. Понимаете? Вот. То есть, вот эти мечи, держащиеся разводы. Шесть, да, штук. То есть, шестерка мечей. Это задача его разрушить. Причем, это произойдет как-то изнутри. А потом обвинить народ в этом, как всегда. Ну, понятно, пока народ как бараны спят, их фашисты изнутри рушат. То есть, значит, задачи его, в принципе, стандартные, такие же, как у всей власти, так же разрушать. Он просто продавливает потихоньку со своей компанией. Но он не один, мы видим, да? То есть, он всего лишь может финансами, а другие, другие люди выполняют грязную работу. Это, видать, силовики, все остальные. Как говорится, все подключено. Поэтому, по сути, страх ее понятен. Потому что человек влиятельен. У него повсюду связи. Плюс ФСБ, похоже, вот эти структуры, которые мы сейчас видели, да? Динарии, подкупленные именно власти. Очень глубокие такие, могущественные власти, да? Полностью. Это, конечно же, кошмарненько. Ну, что ж, это такие реалии. Как говорится, фашизм есть фашизм в России, да, ведь? Просто мы отрицаем и обвиняем Украину. Только сами-то с зеркала забыли посмотреться. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Чув. Ставьте лайк, комментируйте, репостите. Удачи. Будьте здоровы и включите свои мозги уже.